Мне кажется, что самое важное нам всем это сохранить память про эту сократовскую улыбку, каким он был, в общем-то, хорошим, позитивным парнем, на самом деле. Вот это важно, и это я лично пытаюсь помочь. Меня зовут Ольга Стуга, я мама Алексея Стуги, Сократа, антифашиста, анархиста, который погиб в 2020 году. В 2007 году, когда экологический лагерь, протестный экологический лагерь против строительства в городе Ангарске завода по обогащению урана, собрались в августе месяце, собрались экологи, анархисты, антифашисты, и поставили протестный лагерь в том месте, где должен начать строиться этот завод. На них буквально на вторую или третью ночь на них напали нацисты, убили одного человека, покалечили порядка десяти человек. Лагерь, конечно, пришлось свернуть после этого. Очень долго шли суды, но в итоге эти люди не были просто осуждены и не понесли практически никакого наказания. Кто-то просто закончилось дело за истечением срока давности. Действительно, мы познакомились в 2004 году, Алексей тогда был совсем юный, это был съезд автономного действия, мы состояли в этом движении, и съезд проходил в очень красивых левитановских местах, Плёс, Ивановская область, Волга. Но, конечно, все было немножко, как обычно, отравлено, потому что каждый день в наш лагерь палаточный, анархистский, приходили местные чекисты и милиционеры, которые говорили, что у них, разумеется, украли картину левитана из музея, и они почему-то думают, что это могли сделать мы, и переписывали всех. Это несколько отравляло общение. И действительно, Алексей, как уже сказали, много читал, собирал книги, и он не только дрался, не только, так сказать, участвовал в каких-то таких силовых столкновениях или охранял, он участвовал и в представлениях театра ДОК, и издавал журналы, газеты, например, «Вольную Сибирь» в Иркутске, участвовал, мы вот сотрудничали в редакции «Автонома» в Москве, и вот успел написать что-то о воспоминаниях о тюрьме, то есть действительно его деятельность была очень разнообразной и связанной, и связывающей самые разные среды, феминистов, правозащитников, анархистов, естественно, антифашистов, но для Алексея действительно его убеждение, это не просто, как очень у многих, бывает такое возрастное, приходящее, год-два, там какая-то музыка, потом пошел дальше. Нет, мы знаем, что действительно всю жизнь свою достаточно короткую, он прожил достаточно целостно, и это было серьезно для него. Это мероприятие мне важно, потому что Сократ, как и я, полицейский, мы оба от этой системы пострадавшие. Я не боюсь оставаться в России, так или иначе, вся моя судьба связана только с Россией. А как вы видите будущее России? Будущее России я вижу прекрасное. Вот, не с этими людьми, которые сейчас находятся. Ну, я все-таки верю в нашу страну, в страну трех революций. Спасибо. Спасибо.